Всем привет! Это новый выпуск Еды Человека и сегодня вторая серия, вторая серия Еды Человека про соус песто. Вы вообще видали где-нибудь обзор еды в несколько серий? Двухсерийный обзор еды. Почему? В первый раз я сказал, что по сути это хрень, хранится всего 5 дней, стоит 200 рублей, а по вкусу куча травы базилика с маслом, причем сушеного базилика, не какого-то такого прям свежайшего. Один из моих прелестнейших подписчиков, Шацкий, по-моему, какой-то такой плохо выговариваемый лично мной ник, но с большим уважением отношусь к этому человеку, советовал мне взять замечательные макароны, спагетти, все это дело перемешать, добавить туда соуса вот этого отличного, посыпать все это тертым сыром, ну, что называется, макароны, сделать макароны с сыром, тем более паста, точнее соус, да, соус песто, он итальянский, понятное дело, макаронники, это по-любому для макарон, я уже сразу говорил, что наверняка это дело чисто к какому-то блюду. Ну, так вот, вот я ем, как раз, может, не так уж аппетитно выглядит, но вполне аппетитно, потому что сыра я сюда очень много зарядил. Я считаю всегда, что сыром блюдо не испортишь, сыр я вообще люблю, очень сильно. Расплавил, этого песто положил, ну, примерно ложки-полторы, ну, то есть не жалея. Ну, и каков мой все-таки вердикт? Вердикт, что с сыром, да, вот этот соус песто, он разработан, видимо, специально как разработан, он отлично подходит к сыру. Я ел его бутерброды, просто брал макаронники хлеб, намазал соусом песто, ел, ну, там мало, стравы слишком много. Вот с сыром отлично, хоть с плавленым, вот есть такой бутерброд, еще плавленый сыр, хоть с обычным твердым сыром, хоть с твердым сыром в духовочку, в микроволновку, отлично заходит. Причем больше даже мне понравился, чем он с макаронами. С макаронами менее выраженный вкус, хотя положил я этого соуса много, ну, может быть, после термической обработки, может, еще почему, но вкус менее выражен. Но тут реально в тему. Он реально вкусный. Тут прямо не поспоришь вообще никак. Но, скорее всего, я его не возьму больше. Его хорошо брать буквально на раз, даже не в такой тогда баночке, а, ну, совсем уж маленькие баночки. Один раз под одно блюдо на любителя, там, раз в полгода максимум. Потому что, ну, или там, удивить гостей каких-нибудь, да, подать что-то такое, вроде просто макароны с сыром, но с этим соусом уже что-то интересненькое. А так он не стоит того. Он не стоит того, даже вот просто как соус в течение пяти дней, чтобы его быстренько взять и съесть. В общем, три из пяти. Три из пяти – это та самая, скажем так, заморская штуковина, которая, по сути, оказывается, не такой уж особый и вкусный. Вот. Лично мое мнение субъективное. Хотя макарон, ну, вот говорю, он с сыром, этот соус с сыром и с макаронами, он очень даже вкусный. Очень вкусный, я бы сказал так. Очень-очень. Теперь дальше. Макароны я даем, они вкусны. Но чтобы не затягивать, хочу я сделать обзор обещанного мной сыра плавленого Витако. Почему этот сыр? Потому что это удивительный сыр. Удивительный сыр за свою цену. Как я уже говорил, аналоги, там, Хохланд стоил, по-моему, 80 с чем-то рублей. Виола за сотню точно, ну, больше 100 рублей стоил. Этот сыр я купил, по-моему, за 39 рублей. Ну, точно 40 не было, 30 с чем-то. Может быть, 37, может быть, 39 за 150 грамм. Я думал, что это откровенное говно. А, по-моему, Хохланд стоил 90 с чем-то. А 80 рублей стоил, там, я не помню, как называется, такой сыр. Там эмблема такая, чем-то напоминает российский флаг. Какая-то бело-синя-красная, но такая она, в поперечину. Может, французский флаг чем-то напоминает. Ну, в общем, какая-то такая. Вот там прямо химические привкусы у того сыра, да. Он прямо паршивенький. Хохланд более-менее нормальный сыр. Виола вообще шикарненький. Ну, такой, как бы, один из лучших сыров, на мой взгляд. Из плавленных. Так вот, это ничем особо не хуже. Не хуже Хохланда точно. А, пожалуй, даже лучше и вкуснее. Вот что с сеченой я брал? Отличный. Сливочный. Вот сливочный. Шикарненький. И по консистенции. Вот у него такая консистенция. И мажется хорошо. И не растекается, но бывает слишком жидкий. И вкус. Отличный сливочный вкус. Прямо по всем канонам. Вообще. Но это еще ладно. Ерунда. Вот. Самый офигительный. Витаку, запомните. Просто зачем переплачивать в три раза, когда можно за 37, за 39 рублей купить очень вкусный сыр. Вот этот сыр мне нравится больше Хохланда. А виолу с грибами я не помню. Уже давненько я не видел или не пробовал. Вот этот сыр с грибами. Сразу прочитаю вам состав. Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество 60%. Это тоже, видимо, какой-то показатель. Состав. Сыры, полутвердые, масло сливочное, вода питьевая, молочный белок, скобочка казеин, молоко сухое обезжиренное, сыворотка сухая молочная, грибы, сухие боровики. Еще пометочка, что боровики, соль и плавители, Е450, Е450, Е4502, соль пищевая поваренная, комплексная вкуса, ароматическая добавка, грибы, консервант, сарбат, калия. То есть, в принципе, вполне себе нормальный состав. Кроме двух ешек, соль и плавители, ну просто без них он бы не стал вот такого формата. Вообще отличный состав. Я уверен, что он ничем не хуже, а может быть даже лучше того же Хохландо, но я сравниваю с самыми известными. Того же самого Виолы и тому подобных сыров, которые стоят в 3-4 раза дороже. А по вкусу он вообще шикарен. Относительно Хохландо он вкуснее. Тут реально вот эти вот грибы, да, у него вот прямо реальный вкус грибов. Прямо вот бывают сыры такие, ты ешь, и во-первых, вкус грибов самый заезженный. Вот множество-множество всяких продуктов есть с грибами, которые называются, да, и там одинаковый вкус грибов. Я не знаю, может быть это шампиньоны, может еще какие-то такие. Ну, видимо, грибы, которые прямо в промышленном масштабе, вот этот ароматизатор штампуется и везде вот здесь другой. Здесь прямо чувствуется, что по вкусу этот вкус какой-то другой. Вот не знаю, кто не пробовал, не пробовал сушеные грибы из детства. Я помню в детстве, меня все время они так, ну, как-то интересовали, такие интересненькие, сушатся на подоконнике. И вот я пробовал грибы сушеные, и вот они вот, вот, вот этого вкуса они были. И с детства грибы там бабушка еще собранные на подоконнике, сушились для пирогов там зимой, еще для чего-то. Вот они были такого вкуса и запаха, реально вот, реально баровики. Ну, я не знаю, баровики это не баровики, но то есть это не шампиньоны, которые тут во все вот, где грибами не пахнет, там пахнет одинаково, прямо вот везде. Здесь реально вкусный ароматизатор, ну, я не знаю, может быть тут по факту-то грибов-то и не содержится, я не знаю, написано, что содержится. Но вот вкус вот вообще шикарен. И еще часто бывает ешь сыр и остается, блин, кусок сыра выпал, и остается, ладно, хоть не на пол, а на стул. И остается какой-то привкус химический, особенно после многих плавных сыров такая фигня недорогих. Недорогих, но которые сейчас стоят по 80 рублей. А здесь не остается. Полностью нормальный вкус. Нормальный вкус сыра и грибов. Ну, вообще, прямо, не только, скажем так, советую, а рекомендую и одобряю, вообще, шикарю, за такие, не только за такие денежки, а вообще, если вот выбирать среди других сыров, ну, может быть, максимум с виолой, я бы все-таки виолу взял, если два, два сливочных, да, вот этот вот и виолу. Я бы взял виолу, но на втором месте у меня пойдет вот этот, а точнее, вот этот с грибами. А вот из тех, которые сыр с грибами, вот этот, наверное, сейчас пока у меня на первом месте, обязательно попробуйте, если увидите, вообще нормально ребята делают. Я не знаю, где там они в Калининграде насобирали грибов, Калининградская область. Я думаю, может быть, каким-то образом это контрфактный, контрабандный сыр из Европы, который не удается провести в Россию дальше, и они его перерабатывают в плавленный. Но то, что продукт реально стоящий, вот, всем советую. Ну, ладно, не буду затягивать. Давайте всем пока, пишите свои комментарии, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну, или не подписывайтесь, делитесь роликом с друзьями. Давайте всем пока, всего хорошего, до скорых встреч!